Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 25 сентября 2023 года, полномасштабная война продолжается 579 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить из оккупации Мелитополь и другие города Украины в своем поздравлении по случаю Дня города, который в прошедшие выходные 23 и 24 сентября отметили 17 городов Украины, в том числе оккупированный Мелитополь. Российские войска пытали и насиловали украинцев иногда до смерти, а риторика российских СМИ выглядит подстрекательством к геноциду, следует из очередного доклада Комиссии ООН. При атаке на штаб Черноморского флота России в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом и еще 34 офицера, сообщают в Вооруженных силах Украины. Успешный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе комментируют украинские официальные лица. Балтийский флот России утратил способность проводить крупномасштабные десантные операции. К такому выводу пришла компания Rohan Consulting, занимающаяся анализом военных конфликтов. Очередная сводка британской разведки посвящена проблеме текучки кадров в руководстве 247-го гвардейского десантно-штурмового полка российской армии. Соединенные Штаты Америки ввели экспортные санкции против российского производителя Титана ВСМПО ВАВИСМА и еще 27 компаний из разных стран. Канада ввела санкции против 42 россиян и 22 российских учреждений, включая Высшую школу экономики и МГИМО. Санкции в отношении России работают плохо, пишет экс-российский дипломат, бывший советник посредств России при ООН Женеве. Папа Римский неожиданно призвал союзников Украины не играть в игры с поставками вооружения Киеву. Россия продает большую часть нефти и избегает ценового потолка, который был введен свободными странами в ответ на российскую агрессию против Украины, пишет Financial Times. Хроника репрессий в России Владимира Карамурзу доставили в колонию и сразу же посадили в штрафной изолятор. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим на канале Виталия Портникова под названием «Как распадется Россия». Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить из оккупации Мелитополь и другие города Украины. «Каждый человек для нас имеет значение, и каждый город имеет значение. Граница между Украиной и Россией не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница, но это и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают, не захватывают, а освобождают, не идут за чужим, а возвращают свое», написал в телеграмм президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня города, который в выходные 23 и 24 сентября отмечали 17 городов Украины. Говоря о Мариуполе и Мелитополе, находящихся сейчас в российской оккупации, Зеленский подчеркнул, Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим, каждому нашему городу я желаю скорейшей победы, все для нее делаем. Независимая Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека представила очередной регулярный доклад о своей деятельности, в котором говорится о том, что риторика некоторых российских СМИ может просматриваться как подкрикательство к геноциду и то, что российские войска пытали и насиловали украинцев. Существует множество доказательств того, что российские вооруженные силы совершают военные преступления в Украине, включая незаконные нападения с применением взрывчатых средств, нападения, наносящие ущерб гражданскому населению, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру, говорится в документе. Это промежуточный доклад комиссии. Подробный отчет о ее деятельности будет представлен в Совете ООН по правам человека в марте 2024 года. В нынешнем докладе также говорится о множестве задокументированных нападений на объекты гражданской инфраструктуры, которые в подавляющем большинстве случаев не имели никакого военного назначения и, следовательно, не являлись легитимными целями в ходе военных действий. Эти действия со стороны России продолжают уносить ущерб гражданскому населению и медицинским учреждениям, обладающим защищенным статусом, отмечают составители документа. Комиссия особо отмечает прорыв дамбы на Каховской ГЭС, в результате которого сотни домов оказались непригодны для проживания. Особое внимание в этом отчете было уделено нарушениям личной неприкосновенности в районах, которые длительное время находились под российской оккупацией, а именно в Херсонской и Запорожьской областях. Расследование комиссии в Херсоне и Запорожье указывает на широкое и систематическое применение пыток российскими вооруженными силами в отношении лиц, обвиняемых россиянами в осведомительстве в пользу вооруженных сил Украины, отмечается в докладе. В некоторых случаях пытки применялись с особой жестокостью, что приводило к смерти жертвы. Один пострадавший, подвергшийся пыткам электрическим током, заявил «Каждый раз, когда я отвечал, что ничего не знаю или не помню, ко мне применяли электрический ток. Я не знаю, как долго это продолжалось. Это было похоже на вечность». Комиссия также сообщила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Авторы доклада также подчеркнули, что отдельно расследуют случаи, связанные с отправкой детей в Российскую Федерацию. Главное беспокойство в этом вопросе вызывает исключительная сложность в оценке подлинного масштаба этого явления. По мнению комиссии ООН, недостаточное знание точного числа и обстоятельств переданных детей может помешать оперативному процессу их возвращения. В промежуточном отчете комиссии также говорится, что она беспокоена утверждениями о геноциде в Украине. Например, некоторая российская риторика, тиражируемая российскими государственными и прочими средствами массовой информации, может представлять собой подстрекательство к геноциду. Комиссия продолжает вести расследование по этим вопросам. Комиссия вновь выражает свою глубокую обеспокоенность масштабами и серьезностью нарушений и соответствующих преступлений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. По данным командования Сил специальных операций вооруженных сил Украины, в результате атаки 22 сентября на штаб Чемноровского флота России в Севастополе прогибли 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, еще 105 военных были ранены. Минобороны России в день удара заявляло, что во время атаки в ССУ по Севастополю пропал без вести один военный, а здание штаба получило повреждение, в службе специальных операций Украины утверждают, что оно не подлежит восстановлению. Кроме того, командование Сил специальных операций обновило данные по потерям России в результате атаки на большой десантный корабль «Минск» 13 сентября. По данным ССУ на корабле погибло 62 человека. Учитывая, что Минск на следующий день должен был выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на корабле, отметили в украинском ведомстве. Успешный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе комментируют украинские официальные лица. «Наилучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар – это старое название Севастополя – и близлежащих территорий – добровольное затопление Черноморского флота России», написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он спрогнозировал такие два варианта будущего для Черноморского флота России – самоликвидация добровольная или принудительная. «Мы же обещали, что будет продолжение», – написал в своем телеграм-канале командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Алищук, поблагодарив украинских военных летчиков. «Друзья, поздравляя меня с днем рождения, пишут, что сегодняшние удары по важнейшим российским объектам российских варваров в Крыму – это подарок от силы обороны Украины», – написал в Facebook глава Минжлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Российские военно-морские учения в Балтийском море «Океанский щит-2023» показали, что Балтийский флот утратил способность проводить крупномасштабные наступательные десантные операции. К такому выводу пришла компания «Рохан Консалтинг», занимающаяся анализом военных конфликтов. Согласно свежему докладу компании, Балтийский флот лишился возможности проводить наступательные наземные операции из-за участия в войне в Украине больших десантных кораблей проекта 775 по классификации НАТО РОПУЧА и 336-й бригады морской пехоты. В состав флота входят также четыре таких корабля, три из них Королев, Минск и Калининград, накануне вторжения в Украину перебросили в Черное море. Сейчас сухопутные операции Балтийского флота могут быть сосредоточены на обороне, в частности его комплектация позволяет отражать десантные операции противника, считают составители доклада. Кроме того, Балтийский флот может наносить высокоточные удары большой дальности по морским и наземным целям. Для этого его ракетные корветы могут быть развернуты в различных районах Балтийского моря, говорится в докладе. Последние российские учения показали высокую боевую готовность подразделений так называемой зоны запрета доступа, это в первую очередь противовоздушная оборона, а также соединения, обслуживающие баллистические и противокорабельные ракеты. С их помощью Балтийский флот может противостоять попыткам противника войти в защищенную зону. В Рохан Консалтинг считают, что такие подразделения становятся критически важными для обороны Калининградской области в ситуации ослабления возможностей флота по проведению десантных операций. Характер учений свидетельствует о том, что именно НАТО рассматривается Россией в качестве главного противника в этом регионе. Основной акцент в учениях был сделан на противолодочной обороне, что вероятно связано с присоединением к военным силам НАТО подводных лодок, вступающих в Альянс Швеции. Учения также продемонстрировали, что в распоряжении Балтийского флота остается достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы, а существующий парк вспомогательных судов позволяет Балтийскому флоту России в случае необходимости оказывать помощь кораблям в различных районах Балтийского моря и Атлантического океана, уточняется в докладе. Военно-морские учения о Балтийском море и океанский щит 2023 проходили со 2 по 18 августа этого года. Министерство обороны России заявляло, что планировало в ходе них проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе и слаженность работы штабов по управлению войсками. К учениям привлекли 30 боевых кораблей, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военных, сообщалось в Российском оборонном ведомстве. Предыдущие учения океанский щит в Балтийском море проходили в 2020 году. После вторжения в Украину Россия значительно сократила группировку войск у границ с Финляндией и Норвегией. Об этом неоднократно сообщалось в новостях информационных агентств. Сокращение российской группировки произошло несмотря на вхождение Финляндии в блок НАТО, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что российские власти знают, что блок не сопирается нападать на Россию, иначе бы они отреагировали иначе на вступление Финляндии в состав НАТО. Сегодняшняя сводка британской разведки посвящена проблеме текучки кадров руководства 247-го гвардейско-десантного штурмового полка российской армии. С февраля 2022 года у этого престижного полка сменилось три командира, они либо ушли в отставку, либо были убиты, отмечается в сводке. Командир Василий Попов, вероятно, был убит на Ореховском участке горячей точки в Запорожской области в начале сентября 2023 года. А за несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, подал в отставку со своего поста. Некоторые российские СМИ утверждали, что Попов действовал в знак протеста против того, что военные часто не возвращают тела погибших российских солдат на родину. Ранее в первые недели российского вторжения в Украину под Николаевым был убит тогдашний командир 247-го полка полковник Константин Зизевский. Минобороны Британии считают, что такая текучка относительно высокопоставленных начальников демонстрирует кризис кадров в российской армии. Соединенные Штаты Америки ввели экспортные санкции против российского производителя «Титана» ВСМПО «Ависма» и еще 27 компаний из разных стран. Министерство торговли США в понедельник о внесении в черный список еще пяти российских компаний, в том числе крупнейшего производителя «Титана» ВСМПО «Ависма» и еще 23 фирм из разных стран, которые, по сведениям американцев, снабжают российские ВПК, в том числе производство дронов. ВСМПО «Ависма» включена в список за то, что поставляет «Титан» военной промышленности. Еще девять компаний, в том числе китайская Азия Pacific Links Limited и российская SMT iLogic, как предает агентство Reuters, обвиняются в том, что участвовали в схеме поставок подсанкционных высокотехнологичных компонентов Петербургскому специальному технологическому центру, который производит дроны для российских военных. Само это предприятие попало под санкции еще в прошлом году. Кроме российских и китайских фирм, список Министерства торговли США включены фирмы из Германии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана. В отличие от санкций Минфина США, включение в особый список Министерства американской торговли под названием Entity List не подразумевает заморозки активов и запреты на любые сделки. Включение в Entity List означает, что на любые экспортные сделки с этой компанией американским фирмам и гражданам нужно получать специальную лицензию от Министерства торговли США. Канада ввела санкции против 42 россиян и 22 российских учреждений, включая Высшую школу экономики и МГИМО. Канада ввела санкции против 42 граждан России и 22 юридических лиц. Об этом объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. Под санкции попали также издание «Взгляд», Российский институт технологических исследований, Русское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай» и «Юнармия» – патриотическое движение, созданное по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Из физических лиц под санкциями оказались ректор МГИМО Анатолий Тракунов, глава Минтруда Антон Котяков, политологи Федор Лукьянов, Андрей Картунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков. Также в санкционный список попал российский гимнаст Никита Нагорный, возглавляющий штаб «Юнармии». Санкции в отношении России работают плохо, пишет экс-советник постпредства России при ООН в Женеве Борис Бондарев на сайте немецкой медиакомпании НТВ. По его словам, Евросоюз действует непоследовательно. С одной стороны, ужесточаются меры против простых граждан России, среди которых могут быть и недовольные режимом Путина. С другой стороны, снимают санкции с олигархов, помогавших укрепить этот режим, в частности Александра Шульгина, Фархада Акмедова и Григория Березкина. «Хотя российская экономика страдает от санкций, промышленность находит способы закупки комплектующих, особенно для производства вооружений, предстоящего есть основания полагать, что производство военной техники растет», пишет Бондарев. В то же время Европа продолжает покупать российское сырье, оплачивая таким образом путинскую военную машину, подчеркивает экс-дипломаты. Папа Римский неожиданно призвал союзников Украины не играть в игры с поставками вооружения Киева. Папа Римский Франциск разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли плодов. «Отказ от поставок оружия продолжит мучение украинского народа», — заявил Франциск. Он считает, что украинцы являются народом-мучеником, поскольку многие страны предоставляли Украине оружие, а теперь его забирают или не предоставляют. Папа Римский также отметил, что, по его мнению, в этой войне также есть интерес, связанный не только с проблемой между Россией и Украиной, но и с торговлей оружием. Заявление Папы Римского прозвучало на фоне недавнего спора между Польшей и Украиной, когда польский премьер Матеуш Муравецкий сказал, что Варшава больше не будет поставлять Киеву вооружение. Позднее польский президент Анджей Дуда пояснил, что речь идет лишь о новейших образцах вооружения, а Польша продолжит выполнять подписанную ей с Украиной договоренности. Россия продает большую часть нефти без ценового потолка. Почти три четверти всех морских перевозок нефти из России осуществлялись без западной страховки, которая должна помочь соблюдению ценового потолка в 60 долларов, который был введен странами Запада в ответ на российскую агрессию против Украины, пишет газета Financial Times. Газета отмечает, что России удалось создать теневой флот танкеров для экспорта нефти и, вероятно, удается серьезно выигрывать от продолжающегося роста цен на нефть. По подсчетам специалистов Киевской школы экономики, Россия может получить в 2023 году от экспорта на 15 миллиардов долларов больше прибыли, чем ожидалось бы, если бы санкции работали. В хронике российских репрессий оппозиционер Владимир Карамурза был доставлен в колонию строгого режима ИК-6 в Омске. По прибытию его сразу же поместили в штрафной изолятор, сообщил в фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров. Он процитировал письмо, которое Карамурза написал своей защитнице Марии Эйсмонт. В нем Карамурза не сообщает, за что именно его поместили в ШИЗО, но говорит, что такое наказание ему выписали еще когда он находился в следственном изоляторе. «Сейчас я в ШИЗО, да-да, все традиционно. Мне его выписали еще в СИЗО-1 Омска, а здесь отправили досиживать. Длинные пересылки были в Самаре и Омске, еще короткие без ночевок в Пензии и Челябинске. Устал, конечно, как и полагается в таких случаях, зато вот теперь получил возможность отдохнуть и подумать о жизни в тишине», — пишет Карамурза. В апреле оппозиционеры приговорили в России к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении фейков об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Свободу Владимиру Карамурзе. В продолжение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Портников «Аргументы» под названием «Как распадется Россия», в котором украинский журналист Виталий Портников в эфире Ксении Лариной анализирует нынешний портрет российского режима и государства и перспективы их демонтажа. Виталий, ну ты же понимаешь, что все равно все люди доброй воли убеждены в том, что Кащеева смерть в руках у украинской армии сегодня, у Украины. Что, конечно же, в том числе, как я понимаю, и граждане России, которые хотят освободиться от этого дракона под названием Путина и путинизмом, они тоже надеются на то, что Украина это сделает за ним. С помощью Запада. Понимаешь, Украина ничего не может сделать ни за кого. Потом я не вижу в этой ситуации никакой логики. Я не понимаю, почему в случае, если Украина освобождает свои территории от российских захватчиков, должен рушиться режим Путина. У меня это в голове не укладывается. Ну а как ты это остановишь? Постой. Как ты это остановишь? Ведь это же остается, как мы с тобой уже сто раз повторили, мировой ядерной державой с непредсказуемыми совершенно мыслями у одного отдельно взятого человека. Нет, я не об этом говорю. Я просто не понимаю другого. Вот я представляю себе эмпирическую ситуацию. Вооруженные силы Украины выходят на границы 1991 года Украины. Освобождает всю территорию Украины. Вот предположим, опять-таки, пока мы не видим реальных военно-технических перспективов такого процесса быстро, по крайней мере, мы же видим, что это все не быстрый процесс, мы не знаем, сколько лет он займет. Но предположим, что он займет несколько лет и увенчается таким результатом, допустим. Это означает, что граждане Российской Федерации спят и видят, чтобы российская армия сохранила контроль над этими регионами. И вот если российская армия, не дай бог, потеряет контроль над этими регионами, над Крымом, над Запорожской областью, над Херсонской областью, вот они тогда выйдут и свергнут Путина или Патруша его задушим какими-нибудь шелковым парами в шарпике. Но это же не так. Мы же понимаем, что подавляющему большинству жителей Российской Федерации наплевать на это. Никакой смены режима в результате действий вооруженных сил Украины не может произойти. Он может произойти по ряду других обстоятельств. Разно там внутриэлитная борьба, болезнь Путина, заговоры, не поделили деньги, все что угодно. Но уж точно это считать, что революция в России произойдет из-за того, что российская армия теряет контроль над частью украинской территории, это что-то очень странное. Опять-таки, у меня это в голове логика не укладывается. В этом нет логики. Потому что в таком случае россияне должны привести к власти в России человека, который сможет вернуть контроль над этими регионами. Нет, наоборот. Прекрасная Россия будущего возникнет на этих руинах. Прекрасная Россия будущего. Ну понятно, но это же алогично. Потому что ты же это не выдашь за победу. Допустим, Путин еще остается в живых. И допустим, он все это жрет, все это дерьмо. Что ничего не получается. Его армия отступает. Его армия уходит из всех оккупированных им территорий. Как ты это продашь своим согражданам, что это победа? Да никак. Я не Владимир Соловьев, но я тебе расскажу, как я продам. Я скажу простую вещь. То, как вы видите, я вас предупреждал, насколько опасны украинские нацисты, вооруженные западным оружием. Вот, пожалуйста, они пришли, уже часть территории России, Керсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области оккупировали. И Крым. Но мы это обязательно все отвоюем обратно. Все вернем. Все вернем. Но вы видите, что они даже не боятся сунуться вот даже на километр территории, суверенной российской территории. Вот мы их здесь остановили и больше ни на куда не пустим. Они вот там стоят и боятся. Потому что понимают, на что могут напороться, если еще куда-то пойдут. Мы не хотим применять там, условно говоря, ядерное оружие, хотя, может, уже применим к тому моменту. Потому что нам жалко людей русских, которые там живут, которые под властью нацистов. Но мы сказали четко, что все больше никуда, ни ногой. Мы поставили ультиматум, они его выполнили. И мы обещаем вам, дорогие россияне, что мы будем вас защищать до последнего. Дожди. Опять-таки, мы же говорим о войне, которая не может перейти за суверенные границы России. Правда? Мы же не говорим о том, что ты мне не говоришь, ты себе представляешь, режим Путина останется, когда украинская армия будет воевать, маршировать по Москве, как советская по Берлину. Но мы же не об этом говорим. Мы говорим, этого же не будет. Здорово, не здорово. Но постой. Все равно, ты же понимаешь прекрасно, вот мы с тобой сейчас говорим, что да, Украина выгоняет российскую армию со своих территорий. Но ведь задача, как я понимаю, и мира, не только Украины, обезвредить этот источник ада под названием Российская Федерация сегодня, Российская империя, отобрать у нее ядерное оружие, чтобы она перестала быть страшной угрозой. Это невозможно? Нет, невозможно. Разве миру придется существовать вместе с Россией и рядом с путинской Россией? И Украине придется существовать рядом с путинской Россией? Даже если предположить, что нынешнее поколение украинцев доживет до окончания войны. Это не гарантированно. Это может быть долгая война. Многие люди, которые сейчас живут, могут не увидеть физические ее окончания. У них нет особых возможностей надеяться на это. Мы же видим, что президент России избрал курс войны на истощение. Что он видит в реальной перспективе 2030 год, когда уже все должно быть окончено. А сейчас всего лишь 23-й. И кто там знает, мы можем дожить до перемирия какого-то? Да, перемирия может быть. Но конец войны он не заметит. Поэтому я вообще не жил бы этими иллюзорными идеями. Я все время говорю украинцам, жить рядом с путинской шовинистической Россией возможно придется и вашим детям. Может быть не во главе с Путином. Поэтому нужно еще раз говорить, думать не об том, как Россию обезвредить. Я вообще не считаю, что это задача нашего государства. Пусть русские живут, как хотят. Наша задача от России отгородиться. Отгородиться. А политические и общественные процессы в России это дело русского народа. Если Россия будет нападать на сопредельные государства, другие, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, задача украинцев смотреть на это из зрительного зала. Как сейчас на наши страдания смотрят поляки, чехи, словаки, венгры. Вот я хочу, чтобы мы были рядом с ними, помогали, оказывали гуманитарную помощь беженцам, рассказывали, как нужно правильно сидеть в бомбоубежищах, как кутать детей. Наше место в зрительном зале, когда будут следующие воины России. Все, что я хочу. Больше ничего не хочу. Потому что это единственное реальное, что мы можем достигнуть. Все остальное – это иллюзии. Я не живу в вилизорном мире и никогда в нем не жил, как ты знаешь. Тогда война будет вечной, Виталий. Если это не закончится, ведь кто-то должен это закончить, как когда-то в 45-м году закончили. В 45-м году не было ядерного мира. С того момента, как появилось ядерное оружие, ничего закончить нельзя. Вот это просто такая первая половина 21-го века. Она такой будет. Будет, видать, ты правильно говоришь. Мы вступили в такой период. Если представить себе, что путинский режим рухнет по каким-то причинам, когда в России придет к власти какое-то вменяемое руководство, тогда появляются шансы на внутреннее брожение в России. Она взорвется изнутри. И ее взрыв изнутри может оказаться куда большим испытанием для соседних стран, чем ее действия по периметру снаружи. И я это, кстати, не шучу. Ведь ты посмотри, как заворачивались гайки, как унижались народы России, как сам Путин во главе этого шовинистического войска шел, как он запрещал изучение национальных языков в школах, как люди себя сжигали у парламента в этих российских республиках. Знак протеста против того, что их языки запрещали. По сути, уничтожались и деклассировались. Сейчас это все незаметно. Представь себе демократическую Россию, которая быстро становится демократической. Представь себе уровень национальных, этнических и социальных конфликтов в такой России. Представь себе, что происходит с русскими, когда они видят, как и в 91-м году при Советском Союзе, что с ними на самом деле никто не хочет жить. Ни якуты, ни татары, ни уж тем более, прости меня, чеченцы. Ты вообще веришь, что чеченцы хотят жить с русскими в одном государстве? Нет, конечно. Сейчас особенно, когда иссезнет, сдохнет Рамзан Кадыров, эта проблема снова силы обнажится. Нет, я думаю, что ничего не будет с новой силой, потому что там просто будет клан Кадыровых держать власть, пока есть возможность. Но я как раз не верю, какие проблемы в Чечне современные, но я тебе говорю именно о демократической России. Ну, условной. Вот эта вот прекрасная Россия будущего будет кровавым, кипящим котлом. Потому что вот все это, то, что не решалось десятилетиями, начнет решаться. Потому что русский народ посмотрит на себя в зеркало и ужаснется. И потому что придется... Нужно вообще все будет о себе заново понимать. Вся русская история окажется историей позора и издевательства над другими. Какому народу это хочется? Посмотри на Испанию, где сегодня, только сегодня национальный парламент принял решение, что можно говорить на языках народа Испании в Кортесах. Представляешь себе, сегодня, в 2023 году, 20 сентября. И то только потому, что сейчас без голосов национальных партий Испании маленьких невозможно создать никакое правительство. Так трудно было, я думаю, кастильцам вообще осознать, какой была настоящая история Испании. Что это была не история сотрудничества народов и дружбы, а история, в которой крепости Барселоны вечно стояли обращенные на город пушки. В которой немцы бомбили Гернику по заказу испанских военных, а итальянцы Барселоны. Совсем недавно. И не в ходе какой-нибудь Второй или Первой мировой войны. Ну вот. Но Испания демократическое государство. И то. Россия не демократическое государство. То, что ты рисуешь этот финал, это финал униженной, проигранной, проигравшей страны, обманутой. Я все равно убеждена, что люди поймут наконец-то, что их надули, как он сам говорит, надули, что он их надул, обманул, когда эта война будет проиграна. И это унижение, пережить, ну, страна попадает в депрессию, в глубокую. Она и сейчас в депрессии. Это только кажется, что она ликует. Понимаешь? Я думаю, что люди никуда не узнают, что война была проиграна. Я думаю, что они будут верить, что она не проиграна, что она выиграна, потому что Россия в безопасности. Я думаю, что мы не знаем еще, говоря того, как будет выглядеть конец этой войны, и нам очень рано об этом всем говорить, потому что мы еще вообще даже не в начале события. Это что? Ну, конечно. Почему ты так говоришь, что я услышала от тебя, что это будет все вдолгую, что даже ты сказал страшную фразу, что даже не факт, что нынешнее поколение застанет финал этой войны. Почему ты думаешь, что это может затянуться на долгие годы и десятилетия? Потому я имею в виду не войну высокой интенсивности, я имею в виду сам конфликт. Я просто оцениваю реальные, скажем так, темпы военных возможностей сторон. Вот мы следим за украинским наступлением. Очень надеемся, что украинским вооруженным силам за оставшийся месяц этого наступления удастся перерезать крымский коридор. Пока он существует. Но даже перерезывание крымского коридора не означает освобождение всей территории Украины от захватчиков. Оно означает ослабление логистики. Значит, мы переносим эти все события на 2024 год. Смотрим, какой мобилизационный потенциал есть у сторон, какой технический потенциал есть у сторон. Как пройдет 2024 год, мы не знаем. Но понятно одно, что где-то 2025-2026 года возможность вести войну высокой интенсивности, она явно исчерпается. Второй фронт. Ты не допускаешь такой возможности? Вот такой вот настоящей антипутинской коалиции, которая все-таки решится на открытый конфликт? Или это невозможно представить? Нет, не допускаю. Потому что это будет ядерная война, которая приведет к исчезновению половины человечества. И я уверен совершенно, что нет западного лидера, который на это бы решился. Я считаю, что самую радикальную позицию сегодня из возможных занимает президент Соединенных Штатов Джозер Байден. Президент Дональд Трамп, если он вернется к власти, такую позицию занимать не будет. Да. Ну вот и все. Поэтому это максимум возможного. Никакой коалиции ядерных держав против ядерной державы не будет. Будет, наоборот, стремление локализовать конфликт ровно вот на этой территории. Это Путин будет пытаться его расширить. Каких-нибудь вагнерцев засылать в Польшу. Чтобы как-то пощекотать нервы Запада. Чтобы понять, вот вы готовы к большему. Это вот возможно. Но я не думаю, что они будут готовы. Они же электоральные политики, Ксения. Это Путину плевать на выборы. А им всегда будет нужно отвечать перед избирателем, почему они допустили эскалацию. А западный избиратель хочет помогать Украине. Готов помогать украинским беженцам, но не хочет войны в собственном доме. Почему вы вообще должны думать, что человек здравым, имея твердой памяти, должен хотеть войны? Что, украинцы хотели войны? Они не хотели. Она к ним пришла. Они делали все возможное, чтобы ее не было, чтобы как-то договориться с Россией. Еще раз напоминаю, результаты президентских выборов 2019 года убедили мир, что украинцы готовы на все, чтобы закончить войну, кроме капитуляции. Вот мы, кстати, вернемся к теме Карабаха. Ты же видишь, что Азербайджан, когда говорит о Карабахе, он готов на любые возможности завершения войны, но исключительно в виде капитуляции. Правда? Путин относится к Украине как к России, как к Оливк Карабаху. Для Путина Украина это и есть Карабах. Сепаратистское образование, отколовшееся от основной России. И он даже не понимает, почему нужно разошуждать с этими неправильными русскими что-либо еще, кроме капитуляции. У него даже вообще в голове никаких других вариантов нет. Это странные параллели, я понимаю. Но у Путина такая психология. Мы же видели все, что он говорит, все, что он читает. Мы же слышали его эту речь 23-го, в ночь с 27-24 февраля 2022 года. Это его убеждение. Ну, поэтому я и так и думаю. И более того, я считаю, что это убеждение полностью разделяется всеми окружениями и большинством его соотечественников, которые его поддерживают. Пока он будет воевать, он будет популярен. Конечно, это странные сравнения еще и потому, что Азербайджан там борется за восстановление своей международно-признанной территории. Но ведь для Путина это международная территория, международно-признанная территория это Советский Союз, а не Россия. Они же все время живут в границах Советского Союза и не понимают, почему он раскололся. Крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го века. Ну вот, они исправляют ошибку. Они же с 90-х годов ходили исправить. Мы с тобой об этом говорим, но мы же с тобой хорошо помним, что они начали говорить о восстановлении всего этого чуть ли не через неделю после распада Советского Союза. Не скрывая, ведь все эти люди, которые там были тогда политически активны, пусть не было никаких Путина, но были всякие затулины и прочие там проходинцы. Они же об этом когда начали говорить? Не в 2000 году, а в 90-е годы. Андроник Мигранян написал свой манифест о том, что России нужна сильная рука и она там все восстановит. Мне кажется, еще Советский Союз существовал. Или он только распался. Эта программа УЧК была изначально. И надо опять-таки сказать, что она всегда разделялась обществом. Поэтому я не вижу повода считать, что украинская победа это автоматическое поражение России. Нет. Украинская победа это победа для Украины, это сохранение государства, это возможность восстановления территориальной целостности. И только. Виталий, но мы все равно в нашем с тобой разговоре, опять же, как мне кажется, не учитываем, что называется, позицию Запада и возможности Запада. Хорошо. Допустим, ты прав, и никто не решится на открытое вторжение и открытый конфликт и такую вот полномасштабную войну прямую. с Россией, опасаясь вот этого вот перехода в Третью мировую войну. Но, тем не менее, есть же масса каких-то еще других вариантов, рычагов. Все ли, давай так спрошу, на твой взгляд, все ли рычаги давления использованы в отношении этого обезумевшего человека? Или еще есть какие-то варианты? Я думаю, что все экономические рычаги использованы и продемонстрировано то, что если эти рычаги не поддерживаются странами глобального юга, то они не так эффективно работают, как нам хотелось бы. Что российская экономика вполне может существовать как экономика страны, сателлита Китайской народной республики. что пока Китай и Индия покупают российские энергоносители и там зерно и прочее, и прочее, у Путина есть деньги на войну и на поддержание штанов с точки зрения социальной стабильности. Ну, понятно, что это все будет деградировать, самолеты будут падать, поезда будет останавливаться, но не жили богато, не надо и начинать. Ты же еще не забывай очень важную вещь. Вся эта Россия замечательная, о которой мы говорим, это вообще бедная нищая страна и так. Вот она будет бедная, она будет фрустрирована, что богатая. Богатым является город-герой Москва. Чуть-чуть богатым является Петербург. Все остальное это трясина. Есть несколько более-не менее пригодных для жизни миллионников, но за их границами уже ничего нет. Вспомни эти города Центральной России. Мы давно там не были, да, но ты думаешь, что там сильно что-то изменилось? Да, мы видим сообщение о том, что в Москве открывают одну станцию метро за другой. Но это усиливает желание людей, живущих в Костроме или Вологде, переселиться в эту самую Москву. Это всегда было единственное разумное желание для любого жителя Российской Федерации. В Москву? В Москву. Ну и что? Как это? Все, 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 что скрывалось про Россию, сегодня все это вылезло на первый план. И благодаря вот сегодняшнему прямому эфиру, то, что мы эту войну наблюдаем в прямом эфире, она прозрачная абсолютно. Мы прекрасно видим, в каком состоянии случились. Мне это открытие во многом. Виталик, я не знала эту страну. Я совсем ее не знала. Я сейчас ее узнала за эти полтора года. Я ее узнала впервые. Поняла. Ну, значит, мало ездила. Масштаб. Да, мало ездила. Масштаб поражения, да, я увидела. Увидела этих людей. Я ничему не удивлен. Все то, что я знал, все я вижу. Мне не произошло никаких измерений. Меня только, не то чтобы обидно, но это журналистская обидность. Понимаю, что я с 2013 года на Россию посещать не могу. И, конечно, таким инфлюенсером больше не являюсь. Но все то, что я знал до 2013 года, все происходит так и то, что и национальное мышление, и поведение элиты, и все, вообще все абсолютно для меня нет никаких сенсаций. Никаких. Я единственное, что мне было, конечно, всегда обидно, что мои соотечественники мне не верили. Я совершенно не хотел, чтобы они мне поверили такой страшной ценой. Но я об этом все говорил, писал десятилетиями, когда они говорят, зачем вы находитесь в России, вот чтобы за этим наблюдать. Это же какой потрясающий вообще опыт. Понимаешь? Но понятно, что если жить в границах Москвы, как жила большая часть московской интеллигенции, журналистской тусовки, вот все эти люди, можно было создать себе такой портрет государства? Для меня, кстати, всегда была загадкой, почему вообще московские журналисты не хотят ездить в провинцию, почему они не интересуются национальными республиками, почему все их интересы это сходить в Кремль, в Белый дом, в Театр Современник и потом отобедать где-нибудь в приличном месте. И все. Ну, это вообще не про Россию. Это незнание России и привело ко всем этим естественным результатам. Я хочу тебе напомнить, что в августе 1991 года единственными регионами России, кто поддержал Ельцина и вообще выступил против Путча, были Москва и Санкт-Петербург. Ну, там Собчак с Путином постарались. Еще, по-моему, Екатеринбург все-таки был. Может быть. Все остальные ждали, кто победит. Это я тоже помню. И поддерживали ГКЧП. Или гласно поддерживали ГКЧП. Все будущие тяжеловесы российской политики, какой-нибудь там Ментимер Шаймиев, Докузов Гаев, они все поддерживали ГКЧП. Гласно. Ну и? А из союзных республик кто выступил против ГКЧП? Помимо Латвии, Литвы и Эстонии? Только президент Молдовы Мирча и ООН Снегур. Вот на днях ты заметила, может быть, скончавшийся. Да. Вот. Вот это был единственный человек, который поддержал Ельцина и выступил против государственного переворота. Все. Все. То есть, правильно ли я понимаю, что все, что произошло со страной, с Россией, к сегодняшнему моменту, это все было неизбежно? То есть, это не черный лебедь прилетел и все испортил? Нет. Это было установление контроля чекистов над страной еще в 90-е годы прошлого века. И они, собственно, к этому шли в 80-е годы. Это все совершенно естественный, понятный исторический процесс. Кстати, поэтому среди людей, которых мы знали, на которых мы ориентировались, с которыми мы проводили время, оказалось так много агентов КГБ. Правда, странно, да? И мы-то только потом поняли. Мы вот всю жизнь среди них там крутились, условно говоря, думали, что они журналисты, что они там писатели, что они деятели культуры. Это самые обыкновенные офицеры КГБ в должностях главных редакторов, еще какой-нибудь Третьяков, да? Вот кто он такой? Понятно, что он же не изменился или не политический взгляд. Он просто на службе был. Или какой-нибудь там сумасшедший Караганов. Ты писал о Третьякову в «Независимую газету». Я писал в «Независимую газету». Конечно, это была первая... И она была другой. И Третьяков был другим. Третьяков не был другим. Третьяков уже тогда был таким, каким он есть сейчас. Он просто это скрывал. Но я хорошо помню, что когда я заходил, когда приходил мигранян какой-нибудь с авторитарными статьями, призывавшими так к диктатуре в Советском Союзе, я заходил к Третьякову и говорил ему, зачем вы этого человека приглашаете и печатаете, он вообще не понимал, что я от него хочу. Никто не был другим. Какими все были, такими и остались. Просто кто-то... Другими были какой-нибудь там Соловьев с Киселевым. Это правда. Они были большими демократами, потом переквалифицировались в управдомы. Это, я имею в виду, Дмитрия Киселева, естественно. Вот. Это правда. Но вот эти все люди, которые создавали все эти независимые медиа и так далее, они все были на службе. Все люди, с которыми мы сотрудничали все эти годы. Это уже понятно. Но мы же не об этом сейчас говорим. Да, это вот такой вот естественный процесс. Неестественным было другое, что мы, получив в Украине независимое государство, не смогли им распорядиться как инструментом защиты от всего этого кошмара. Вот это неестественно, что украинский народ эти десятилетия прожил в счастливом неведении того, что им предстоит вообще испытать, если он не будет строить эффективное государство. Вот мы за это расплачиваемся жизнями наших соотечников. Это правда. Больше часа уже в эфире. Прежде чем будем двигаться к финалу, а будем двигаться к финалу, я напомню, Виталий Портников у нас в прямом эфире. Давай я обращусь к нашему чату, потому что много вопросов, и прямо подряд будете все читать, а ты будешь отвечать желательно не коротко. В одном из интервью вы говорили, что КПСС была реальной вертикалью советской власти. С падением режима возможно ли, если не распад, то отделение от России восточных регионов Сибири и Дальнего Востока, приближенных к Китаю? Вот к вопросу о распаде. Я не вижу пока что реальных предпосылок для того, чтобы одни русские регионы отделялись от других. Тем более регионы, в которых крайне мало населения, которые совершенно непонятно каким образом смогут сохранить свою суверенность и идентичность, если они отделятся от основной части территории России. Кроме того, я хотел бы напомнить, что вообще региональные границы России вещь крайне условная, потому что они прочерчены сначала большевиками в виде всех этих непонятных областей, а затем Путином, когда он придумывал федеральные округа. Реальный распад, возможно, только в том случае, если мы говорим о неких исторических границах. Вот Германия, например, она там имеет исторические границы вот всех этих своих федеральных земель. Можно увидеть исторические границы регионов во Франции, но вот они не совпадают с границами департаментов, поэтому понятно, что представить себе распад Франции можно чисто эмпирически после Великой Французской революции. Вот и после Октябрьского переворота в России, по сути, Российской Федерации уж точно такие департаменты. Единственное, что можно себе представить в случае острого кризиса, это того, что часть российских республик может захотеть независимость. В части этих республик, которые могут захотеть независимость, могут произойти серьезные этнические конфликты между русским и нерусским населением. Это тоже может произойти вполне реально. Но говорить о том, что одни русские регионы вдруг захочут, что Томск захочет отделиться от Ярославля, я не вижу пока что никакого повода. Хватит ли силы терпения у Запада поддерживать Украину? Ну вот немножко про это говорили. Как предвыборный год в США поможет или, может быть, не поможет поставкам вооружения? У Запада нет никакого другого выхода. Если Запад перестанет поддерживать Украину, российские войска обязательно куда-то влезут, обязательно кого-то убьют, будет новая буча, придется опять поддерживать. Просто мы расплатимся за это жизнями нашего мирного населения. Какая судьба ожидает Коломойского? Не является ли процесс над ним его намерением контролировать Зеленского в начале его президентства? Я не думаю, что намерение Коломойского контролировать какие-либо рычаги власти было таким уж неосуществимым. Но я думаю, что процесса над ним еще нет, он только получил подозрение. И мы, в общем, не знаем, как будет его судьба дальше складываться, потому что она во многом зависит от американо-украинских отношений. И от того, насколько важно для Соединенных Штатов, чтобы нынешняя украинская власть демонстрировала свое отношение к олигархизации власти после 2019 года. Это, по сути, реванш такой олигархический во многом был. И после того, как началась война. Потому что совершенно очевидно, что олигархи больше не могут играть той роли, которую они играли в Украине довоенной. И что нынешняя украинская власть должна это доказать своим западным кредиторам. Много вопросов по поводу кадровых перестановок и скандалов коррупционных в Украине. На твой взгляд, все-таки вот эти вот кадровые перестановки, возможность выборов во время войны, насколько все это реально и эффективно? И чем ты объясняешь такую смелость Владимира Зеленского? Это от меня вопрос, чтобы во время такой страшной войны не забывать о том, что существует ответственность за любое... Существует ответственность. Вот и все. Я не думаю, что любые выборы во время войны возможны. Думаю, что это все разговоры в пользу бедных. В любом случае, в бюджете никаких денег на выборы нет. Никакой реальной возможности провести честные конкурентные выборы нет. Выборы — это, в конце концов, не бросание бюллетеней в Орл. Выборы — это возможность конкуренции. То есть это конкуренция политических сил. Если сейчас представить себе конкуренцию политических сил, то есть безоглядную критику власти, которую есть, наверное, за что критиковать всегда, то это вместо национального единства приведет к краху государства. Поэтому я совершенно уверен, что никаких... И я не понимаю, какие возможности. У нас один телеканал, который состоит из солянки олигархических каналов, связанных с офисом президента Е, общественного телевидения, который имеет там небольшое время вещания. Это очень странный эксперимент, который давно уже должно было прекращать. Об этом не раз говорили наши западные союзники, но власть же не спешит это делать. Поэтому никакой честной конкуренции у нас быть не может во время войны. Я не предъявляю, кстати, никому по этому поводу претензий. Я предъявляю претензий, что вообще этот единственный канал существует, а другие каналы, по сути, выведены из... Это как бы общенациональные, которые как бы всех объединяют. Он якобы общен... Он объединяет тех, кто нравится офису президента Украины. Он не всех объединяет. Потому что те каналы, которые могли бы быть частью этого марафона, в него не вошли. Это было в первые месяцы войны, когда можно было камуфлировать военными проблемами стремление установить тотальный контроль над медицей. Но в такой стране, это как в России проводить выборы, извини меня. Но в Украине это оправдывается тем, что у нас война. Поэтому сначала конец войны, отмена военного положения, обеспечение голосования военнослужащих, обеспечение голосования миллионов людей, которые уехали из страны, а потом выборы. Так что никаких выборов во время военного положения в стране, я думаю, не будет. Что касается кадровых перестановок, я тоже не считаю, что это имеет хоть какой-то реальный площадь для комментирования. 73% украинских граждан отдали свои голоса Владимиру Зеленскому. И затем они отдали голоса его партии на парламентских выборах. Даже правительство у нас создавалось практически по прямому указанию главы государства и его офиса, когда депутаты парламента узнавали имена министров на сессии, где они должны были на них голосовать, и голосовали зачастую за людей, о которых они ничего никогда не знают. Сами избиратели, когда избирали депутатов, они избирали людей, о существовании которых они не подозревали до дня выборов. Просто потому, что эти люди были из партии Зеленска. Таким образом, вся ответственность за все происходящее в стране лежит на одном единственном человеке, который монополизировал о русских махах. Это Владимир Зеленс. Никакой другой там чиновник, не чиновник никакой ответственности реально не несет. президент назначает всех министров, всех руководителей областных администраций, руководителей вооруженных сил, и поэтому несет ответственность как за успехи, так и за поражение. Последние социологические опросы считают, кстати говоря, большинство украинцев считают, что президент напрямую ответственный за уровень коррупции в стране. Около 80% украинцев так считают. И это тоже логично. Они считают, что президент ответственный как за наши достижения, так и за наши проблемы. Вот и все. Поэтому важно не то, кто будет министром обороны, важно не то, кто будет премьер-министром, потому что это все равно не решение депутатов, ну, министр обороны, это вообще функция президента. Важно то, как после войны избиратели отнесутся к тому, как президент Украины нынешний справился с проблемами военных лет. Надеюсь, что после соответствующего расследования деятельности всех нам нужна будет такая же комиссия, как в Израиле были, которая четко разберет все, что было до войны и во время войны. И роль главы государства, и роль представителей других чиновников. И после этого, кстати, тоже после такого расследования нужно проводить выборы. Ну, если президент будет баллотироваться на второй срок в это время, то тогда можно будет об этом говорить. Если не будет баллотироваться, останется исторической фигурой со всеми, так сказать, успехами или недостатками. Учитывая, что война затягивается, и как ни крути, все равно ужасно тяжело это все переживать людям, которых это напрямую непосредственно касается. Возможно ли, на твой взгляд, чтобы украинское общество согласилось с вот этой вот, скажем так, миром в обмен на территории? В каком-то варианте, в каком-то виде. Я думаю, что украинскому обществу никто не будет предлагать мир в обмен на территории. Не собственная власть, потому что она видит, что общество не хочет этого. И 90%, кажется, людей считает, что справедливый мир – это восстановление территориальной связанности нашей страны. Не Россия, которой совершенно не нужны эти куски Украины, которая готова воевать до окончательного демонтажа украинского государства. Поэтому мира в обмен на территории не будет. Будет долгая и настойчивая борьба России за ликвидацию Украины и изгнание украинцев с земель и их исконного проживания до последнего Украины. Другое дело, что я не считаю, что эти планы могут осуществиться. Я говорю о том, что для Владимира Путина любые переговоры должны окончиться капитуляцией Украины. Единственное, что может быть и с чем может согласиться украинское общество ввиду истощения ресурсов сторон – это с перемирием, как я уже говорил, после схемы зерновой сделки. Когда и Украина, и Россия, в свою очередь, со странами-гарантами, с Организацией Объединенных Наций, подпишут соглашение о прекращении огня на какой-то линии. Я не знаю, это может быть даже линия госграницы Украины 1991 года. Вот с этим украинское общество может согласиться. Это может произойти на каком-то этапе этой войны. Не знаю, когда, не знаю, в каком году, не знаю, в каком десятилетии, но это может быть. Я думаю, что российским гражданам, которые оказались заложниками своего террористического режима, которые прекрасно понимают его преступления, говорить ничего особо не надо, они и так все понимают. Российским гражданам, которые ничего не понимают и не хотят понимать, я ничего говорить не собираюсь, потому что я считаю их соучастниками преступления. И я точно знаю, что они будут делать в случае крушения этого режима, если это произойдет. Не обязательно произойдет в их жизни. Они будут хвататься за голову, кричать, что они ничего не знали, как люди, которые живы, так сказать, люди, которые жили возле концлагерей в Екатеринской Германии, и тоже утверждали, что не знали, что у них, так сказать, за соседнюю дверью концлагеря. Ну и как советские люди, которые в 1953 году ничего не знали о преступлениях Сталина. Я точно знаю все поведение этих людей. Я его видел в годы перестройки. Поэтому говорить мне им ничего не надо. Как только все это рухнет, они сразу станут большими моими, так сказать, поклонниками, союзниками. Будут рассказывать, как они всегда меня поддерживали, и приглашают на творческие вечера, чтобы я им рассказал, как они замечательно боролись с деспотическим режимом. Я тоже про этих людей знаю все. Разговаривать с ними не хочу. Я не уверен, что я захочу потом. А люди, которые сегодня все понимают, мне, честно говоря, просто жаль. Потому что я прекрасно понимаю, что сделать ей ничего не могут. В собственной стране они в абсолютном меньшинстве. Я знаю, как это. Потому что мы жили в Советском Союзе, были в таком меньшинстве. Но мы хотя бы смогли Советский Союз разрушить. Это было нашим... Участвовать в разрушении. Это было нашим ответом на всю подлость этого жуткого, мерзкого государства. А удастся ли этим людям дожить до краха путинской России, я не знаю. Спасибо большое, дорогой Виталий Портников. Мы говорим, напомню, на фоне заседания Совета безопасности ООН. И вот сейчас как раз выступает товарищ Лавров на этом мероприятии. Посмотрим, что будет дальше. Я искренне желаю победы Украине. И все-таки выражаю свою надежду, что война не будет долго. И не может быть. И этого не может быть. Но потому что этого не может быть, говорю я. Я думаю, что мы здесь, в Украине, дорогая Ксения, более всего хотим бы, чтобы война закончилась как можно быстрее. Но война это исторический процесс. К сожалению, и остается только рассчитывать, что хотя бы этой ночью люди не будут просыпаться от сирен воздушных тревог. Это уже оптимистическое желание. Вы слушали стрим на канале Портников Аргументы. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Разобрали венки, на веники, на полчаса погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали шопе на лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли, где лабуге, и с ума не сходил с учанин. Даже киевские петли, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за сорок, ровно семьдесят, возраст смертный. И не просто какой-то пасынок, член литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочки, а звене его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во всех пределах, свеча горела на столе, свеча горела. Нет никакая ни свеча, горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро. А зал бивал, а зал скучал, мели-емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере. И не к черновому венцу колесованьям, а к поленам по лицу колесованьям. И кто-то спьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал. Над анекдотом мы не забудем о том смехе и эту скупу. Мы по именам помним всех, кто поднял руку. Голл затих, я вышел на подмотки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю. В далеком отголоске вот и смолклик. Клеветают споры, словно взят у вечности от губ. А над гробом стали мародеры. И несут почетный караул. Редактор субтитров А.Семкин